вот такой у нас хрюканок вот он приехал вот поросеночка подарок из деревни называется передача сестра такое нам богат на холодно обрезать ушки лыч там язычок когда в деревне бьют поросенка я всегда прошу для себя чтобы мне передали пол-литра вот такой свежайший прямо крови как видите прям алая такая кровь пахнет дымочком вот я вам расскажу свой рецепт приготовления крови как мы раньше готовили в деревне для этого нужно вот такое сало и чесночок обязательно вот пол-литра крови я сказала и добавить любые травы я добавлю хмели сунели давайте приступать для того чтобы была наша кровь насыщенная мягкая такая она должна жариться обжариваться именно в сале в жире как называется смолец у кого есть у кого нет такого сальца можно смолец добавлять чеснок мы обязательно вот так его сделаем чтобы был он помельче сало наше как видите уже вот сколько жира много вот хорошо добавляем чесночок чесночок издает уже запах такой и добавляем сюда хмели сунели или любые травы у кого какие есть ой такой запах бесподобный перемешаем сам чесночок дает их мэри сунели дают бесподобный запах просто бесподобный все поджарились они шкварки и мы их убираем ну если кто любит в семье вместе с этими шкварками это пожалуйста но в моей семье не любят поэтому я вот эти шкварочки все убираю и оставляю только один жир и ливаем нашу кровь большую емкость касается и погружным блендером мы разбиваем их комочки или нашу кровь эту комочки разбили и можно теперь жарить я забыл еще сказать когда я взяла комочковые посолить по вкусу и теперь мы выливаем нашу кровь в этот жир и сразу же мы ее перемешиваем запах вы не представляете какой идет запах вкуснятина и теперь мы эту кровь вот перемешали и мы сильно не даем ей зажариваться только для до испарения вот этой вот жидкости мы ее не накрываем кровь не накрывают а именно им жарит помешивая до вот этого испарения жидкости изумительный идет прямо я не могу если бы экран только передавал вы не представляете какой идет запах крови с чесночком с травами это просто бесподобно она должна вся испариться тогда будет кровь мягкая такая сочная вкусная но не пережаривать наша готова как видите вот мягкая ароматная ее можно подавать как отдельное блюдо кушать с удовольствием с хлебушком и можно со всеми овощами подавать не только самостоятельным блюдом но и с картошкой с вермышелью с рисом с перлокой со всеми можно кашами наша кровь готова смотрите какая она красивая на вкус бесподобно ее можно подавать свиншелю с картофелем с рисом да всем чем угодно вы не представляете какой запах идет кровь с чесночком это просто бесподобное блюдо готовьте и вам всем понравится я всем говорю спасибо кто зашел ко мне на канал всем пока пока